Всем привет! Давно я не писал роликов о счетчиках. Сегодня хочу вам рассказать о том, как вас набманывают во многих роликах проводенные счетчики и о способах их остановки. Я встречаю в интернете немало вариаций на тему, как остановить счетчик с помощью магнитов, пассатижей. И есть такой метод, который рекомендуют профессиональные сантехники остановка счетчика с трубциной. Говорят, что если зажать вот такой счетчик вот таким нехитрым устройством, то есть прижать пластмассу к корпусу счетчика настолько сильно, что она остановит движущиеся детали, то счетчик прекратит свою работу. Вроде бы ничего сложного в этом нет, но есть маленькое но. Все эти гениальные умельцы навряд ли останавливали счетчики подобным способом. Я раздолбал уже не один водяной счетчик, проверяю степень его защиты от магнитов, от проволочек, от перетоков и могу проверить версию, которая предлагается любителям остановки счетчиков в сети интернет с помощью струбцин. В этом корпусе у нас находится крыльчатка. Собственно говоря, сегодня она нам не нужна. Нам нужен лишь учетный механизм. На собранном счетчике он находится в таком положении. Я его снял, чтобы всем было ясненько и понятненько. В общем, сантехники утверждают, что зажав корпус счетчика с помощью струбцины, его движение можно прекратить. Дело не хитрое. Если мы будем сжимать корпус, то по логике вещей вот это вот окошко должно прогнуться и остановить два движущих элемента. которые находятся на корпусе счетчика с внутренней стороны. Это вот эта небольшая шестереночка, которая показывает нам, вращается счетчик или нет, в то время как по нему протекает вода либо газ. И вот эта стрелочка, которая измеряет десятые части куба. Все бы ничего, но находятся эти элементы, подвижные, на достаточно большом расстоянии. Дело в том, что корпус счетчика, а именно окошко, имеет лензообразную форму. И внутри есть опорный элемент. Выгнутое окно, даже если мы будем его очень сильно прогибать, скорее треснет, чем зажмет два вот этих подвижных элемента. Если вы внимательно посмотрите, эта шестереночка и вот эта стрелочка находятся на уровне выступа вот этой пластмассовой штуковины, которая у нас является окошечками для показаний. И они максимум на уровень с ней, а минимум ниже. Так что, даже если мы сожмем наш счетчик настолько сильно, что продавим вот эту вот крышечку, и она ляжет в конце концов на корпус, она никоим образом не сможет затормозить два вот этих подвижных элемента. Ну, а скорее всего, она сломается. Так что, утверждение сантехников или тех, кто так себя называет в кавычках, о том, что можно струбциной или тисками или любым предметом, который сжимает визирная окошка остановить счетчик, это туфта и бред. Для наглядности я вам просто нарисую, как это выглядит. В корпусе счетчика у нас есть выступающие части. Здесь у нас шестереночки. И все это накрыто вот такой выпуклой линзой. Ну, как говорится, успехов в ее сжатии. Сколько бы мы не давили, во-первых, давление распределится равномерно по всей этой линзе, выпрет по бокам и, скорее всего, разорвет вот этот вот стакан. Ну, а продавив, посмотрите, насколько это надо продавить, упрется выступающая часть и навряд ли, навряд ли доберется вот до этой шестереночки. На этом все. Думайте сами, пользоваться таким методом или нет. Я считаю, такой метод просто фейк. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...